Привет, друзья! Подписывайтесь на Телеграм, становитесь спонсором на Ютубе, кнопка и ссылка под видео. Премьер-министр Республики Молдова Гаврилица провела пресс-конференцию, на которой приветствовало решение правительства штатов ввести санкции в отношении ряда политиков и политобразований Молдовы. Речь идет о применении закона Магнитского. «Спасибо всем гражданам, которые поверили в наше правительство, поверили в президента страны и решения, принятые законодательной и исполняемой властями», цитирует главу правительства Молдпресс. «Объявленный сегодня США закон Магнитского является подтверждением всех наших мер по противодействию коррупции и привлечению к ответственности всех фигурантов громких дел», заявила Гаврилица. Главу правительства на брифинге сопровождал министр юстиции Серджио Литвиненко, который со своей стороны сообщил, что независимо. «От имеющегося гражданства воры и предатели страны будут наказаны. Никакой паспорт не поможет», заявил Литвиненко. Напомним, что Министерство финансов штатов ввело санкции против бывшего председателя ДПМ Плохотнюка и лидера партии Шор Илана Шора. Об этом заявил посол США в Кишиневе Локстон на брифинге для прессы. Министерство финансов штатов объявило о санкциях против двух молдавских олигархов Плохотнюка и Шора и ряда связанных с ними юридических и физических лиц за действия, связанные с системой коррупции и вмешательством в выборы. Включение в санкционный список означает, что любые активы, принадлежащие Плохотнюку и Шору, находящиеся в США, заморожены, и о них необходимо сообщить в управлении по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Соединенные Штаты Америки еще раз демонстрируют, что они с нами в борьбе с коррупцией, подчеркнул посол. Кент Локстон указал, что помимо введенных санкций США предприняли шаги по противодействию постоянным компаниям правительства РФ в Молдове. Таким образом, санкции были утверждены. И в отношении ряда российских физических и юридических лиц США вводят санкции в отношении 9 человек и 12 юридических лиц за их участие в компаниях. Злонамеренного влияния России и применения коррупционных практик в Молдове сообщило Министерство финансов США. Министерство отмечает, что среди физических и юридических лиц, попавших под санкции олигархи, которые получили широкую известность за захват и коррупцию полит- и экономических институтов Молдовы, а также те, кто действует как инструмент российской кампании глобального влияния с целью манипуляции США их союзниками и партнерами, включая Молдову и Украину. Под санкции попали бывший председатель Демпартии Плохотнюк, который, как утверждает Минфин США, сохранил контроль над правоохранительным аппаратом страны для борьбы с политическими и бизнес-конкурентами, а также ШОР, лидер политпартии ШОР, за вмешательство в выборы иностранного правительства в интересах правительства РФ. Замминистр финансов США по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон заявил, что Росоперации влияния пытаются использовать слабости стран, чтобы дестабилизировать их изнутри. Госсекретарь США Блинкен заявил, что США привержены поддержке усилий Молдовы по борьбе с коррупцией, реформированию судебной системы, укреплению независимости и прозрачности ее демократических институтов и привлечению к ответственности тех, кто стремится подорвать ее демократию. Посол США в Молдове Кент Дойл Лукстон сообщил, что санкции предусматривают запрет для фигурантов на въезд в США и замораживание их активов в США. Также санкции запрещают им совершать транзакции на территории США и с американскими гражданами, продажи им товаров, оказание услуг и передачу денег из каких-либо фондов. Лукстон также отметил, что под санкции попала и жена Шора, российская певица Жасмин. Продолжение следует...